сюда ехал я не снимал и ехал по темноте было кое-что интересно видно я проезжал мимо такого импровизированного импровизированного лагеря такого знаете где вот эти ведь знаю но наверное нищие живут или еще кто-то там в общем такие домики были самодельные с картона там с картона с фанеры я сейчас не знаю буду я сейчас проезжать мимо этого так назван поселение я разгрузил два клиента сейчас еду я на третью разгрузку на последнюю время сейчас уже 12 часов тут они разгрузили 13 балет 8 чем-то восемь с половиной тонн теперь легче ехать в общем никак не могу прийти к мысли в общем пока темно было я не снимал а сейчас посветлело вроде дождик перестал дума надо включить камеры может быть еще что-нибудь интересное засниму вот в этом пригороде парижа как я уже говорил проезжал вот этот импровизированный лагерь то ли нищие то ли беженцы то ли кто там живет вообще непонятно может цыгане креного знает сегодня у нас 10 правильно 10 января пригород парижа у меня до последней разгрузки сейчас вот 17 16 километров но там всегда проблема там большая логистика там очень много машин не боюсь я там опять застряну как обычно вам всегда очень долго там хотя полета немного но хотел сказать что наконец-то я опять в париже работаем кстати говоря вот она лагерь а с той стороны я когда ехал я ехал вдоль этого так называемого лагеря вот смотрите мусор видите кругом валяется это все ребят это все вот немножко видно видите тоже там чуть-чуть он какие-то домики самодельные выглядит конечно не очень и это пригород парижа товарищи париже оказывается моему удивлению больше чем я на самом деле думал раньше когда я здесь не был париж и пригород парижа очень очень большой очень я не знаю не буду в цифрах километрах называть но так по ощущениям очень большой париж очень большая у самой ехаловой башни я не был еще ни разу не ездил специально нет такого сильного желания но так издалека видел ее несколько раз башня как башня торчит себе высокая до высокая а чё особенного я чуть не поймите не понимаю чудо особенно в этой башне через 600 метров покиньте автомагистраль с мальчика развернитесь на кольцевой развязки сколько мусора лежит вдоль дороги вот тебе и париж покиньте автомагистраль затем развернитесь на кольцевой развязки поверните налево какая шапка у дедушки деньги просите чуть-чуть покушать попрошайки но выглядит опрятно не грязный не похож на пьяницу чистые штаны чистые у него ботинки чистые одежда чистая у него я смотрю вижу девушка одна сумочки роется она на деньги хочет дать она не успела остановилась непонятно что происходит ну вот вы ребят смотрите сейчас да вот видео как вам кажется большое движение здесь и но и везде по моему так вообще тут спокойно ничего никаких проблем нету тут есть пока нет узких дорог все нормально я же ребят даже один раз нечаянно заехал в центр парижа я не знаю какое-то место было какой район это еще со старым навигационным когда я к сожалению тот момент не снял я участвовал вспоминал то тот случай когда и нечаянно заехал я заехал в центр парижа и ничего тоже выехал три часа там блукал по этим узким улицам и нечаянно заехал в центр парижа ничего выехал без проблем чего не зацепил держитесь правой стороны затем вы прибыли вместо назначения так а нам сюда вы прибыли вместо назначения вы прибыли вместо назначения деньговоз как он называется инкассаторы да инкассаторы да деньги которые будут два темненьких парень и девушка молодая сидела с правой стороны и оказывается девушки тоже есть инкассаторы почему нет шранка шлагбаум вынесли сломали наверно так ну на самом деле действительно тихо это радует очень хорошо замечательно я тут как-то один раз стал меня ругались типа неправильно стану здесь здесь я тоже стоял вроде никого не ругался так ребят а давайте-ка я вас с собой возьму здесь очень холодно тут всегда очень холодно здесь мало того что просто холодно они постоянно вот этот вентилятор ну а ну а вам у Субтитры делал DimaTorzok 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 Предполагал, что получится Время сейчас Начало третьего В общем, я попал на обеденный перерыв В общем Стоял там, стоял, мерз, мерз Блин, как раз сейчас в таком состоянии В простудном как раз там стоял Ну, выходила Потом в бюро два раза ходил Я говорю, что они разгружают На них там было только два человека На складе Они ездили туда-сюда Там, ну, как экстренно Свои машины разгружали А сейчас весь народ только пришел Только два часа Навалили полный склад Сразу пришли и разгрузили Ну, в принципе, нормально Разгрузили, разгрузили Немножко подольше все это протянулось Ну, что поделаешь Ничего не поделаешь В нашей работе постоянно С этим надо На это надо рассчитывать Что приходится где-то ждать Время терять Но пока все в рамках Рабочее время еще есть Водительское нет Ездовое время есть еще Так что Так что пока все нормально Еду я сейчас тогда на загрузку Сегодня загружаюсь Через 200 метров держитесь правее Затем держитесь правее Сегодня загружаюсь И завтра Утром еду тогда На базу Надеюсь Сильнее не разболеться У меня тут жена еще Такие вот Таблеточки Таблетки Таблетки И что это такое Я даже не знаю Сейчас прочитаю Что-то такое Если уже совсем плохо будет Да, не могу прочитать Потом вот таблетки Вот такие вот Тоже с аптеки И специальные Для горла И вот такое вот еще Через 800 метров Покиньте автомагистраль слева Затем Приезжайте на автомагистраль Потом вот такой вот еще Лимонный специальный чай Надо будет заварить Надо будет заварить Обязательно Сейчас приеду Что горло болит Может поможет Покиньте автомагистраль слева Не пойму, вот это стал Поперек дороги стоит Непонятный чуловик Я так предполагаю Собирается выехать Опять дождичек начался Но все равно Плюс 9 градусов Покамести Поверните направо Затем Следуйте прямо Покамести Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok